Показатели детской заболеваемости, на которые ссылается заместитель главного санитарного врача Полевского Анна Бабанова, настораживают. Наши дети болеют как зимой, так и летом. Чаще всего педиатры лечат малышей от инфекций верхних дыхательных путей. Затем идут заболевания органов пищеварения. Что же касается хронических заболеваний, то здесь ситуация складывается следующим образом. В структуре хронической заболеваемости, да, у нас действительно преобладают болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы и болезни кожи. Но, кроме того, на третье место у нас также нестабильно и периодически выходят и болезни органов пищеварения, и болезни органов глаз. Есть в этой статистике место и детскому травматизму. К примеру, термические ожоги горячими напитками в бытовых условиях год за годом только увеличиваются. А это значит, внимание на здоровье своих детей в первую очередь нужно обращать родителям. На них возлагается и один из самых важных моментов. Это профилактика. Начинать ее необходимо, как говорит Анна Владимировна, еще в раннем детстве, младенчестве. Первое – это, конечно же, вакцина-профилактика. Второе – соблюдение всех рекомендаций врача, которые наблюдают за здоровьем ребенка с момента рождения. Анна Бабанова обращает внимание родителей и педагогов на момент устройства ребенка в детское дошкольное учреждение. Это важный шаг в жизни малыша, к которому его должны подготовить медики, но в первую очередь родители. Расставание родителей с детьми. То есть тоже индивидуально с каждым родителем проговорить эти моменты, чтобы ребенок шел уже к вам более-менее подготовленным к тому, что родители, мама, папа с ними не будет рядом. То есть опять же мы снижаем риск возникновения различных патологических реакций организма у ребенка. Подобные беседы должны проводиться в кабинете здорового ребенка в детской поликлинике, считают собравшиеся. И еще один немаловажный момент – это вакцинация ребенка и до поступления его в детский сад, и потом в стенах дошкольного учреждения. От последней прививки до момента приема ребенка в дошкольное учреждение должно пройти не менее месяца. Равно как и первая прививка в дошкольном учреждении также должна оставиться не ранее, чем через месяц после того, как ребенок поступил в садик. То есть вакцинация сама по себе создает напряжение иммунитета. И если вы еще ребенка, сокращая эти сроки, ребенка оставите в адаптационный период дополнительную иммунизацию, то, естественно, мы можем получить и нетрадиционную реакцию на вакцину, мы можем получить и какие-то явления катаральные, ОРЗ, еще что-то. В общем, мы можем ребенку навредить. А для этого необходимо соблюдать календарь прививок и все те же рекомендации педиатра. В детском саду педагоги должны не только учить детей соблюдение санитарно-гигиенических правил и проводить закаливающие процедуры, но и обращать внимание и еще на один момент. Это касается количества детей, принимаемых мы единовременно в группу. То есть напоминаю, что по всем методическим рекомендациям, которые существуют, это 2-3 ребенка за неделю, чтобы и дети привыкали, и педагоги к детям тоже привыкали, успевали. Ну и последнее, что необходимо для развития и формирования иммунитета у детей, это сбалансированное и полноценное питание. И здесь опять же нужен комплексный подход. На сегодня в стенах детского сада дети получают 80% от необходимой суточной нормы. Остальные 20 предполагается, что они должны получить дома. Мы предполагаем увеличить стоимость питания в общей стоимости путевки. Путевка, естественно, тоже станет дороже. И мы должны будем провести с вами все вместе, и я думаю, Анна Владимировна, и, наверное, с вашим участием, как мы проводили в прошлый раз, огромную работу, вот такую разъяснительную, в виде родителей, почему это происходит, и от чего происходит. Потому что мы все понимаем, что и так груз вот этих дополнительных финансовых проблем и забот, который ложится сегодня на родителей, он и так, но родители это наши жители, да, все больше и больше становится тяжелым. Потому что видим рост цен, видим все остальное, тарифы и так далее. Но мы понимаем и то, что если растет цена в магазине, то понятно, что, в общем-то, на прежнюю цену кормить мы не можем. Участники встречи сделали вывод, что одно из главных условий воспитания здоровых и крепких полевчан в первую очередь зависит от родителей, от того, насколько они будут внимательны к своим детям, как будут их полноценно кормить, закаливать и окружать вниманием и своей любовью. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.